Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам об удивительной игре, которая планирует пора выйти от других разрабов, то ли это хайп, то ли это что, то ли им понравилась эта задумка. Вот, древние ящеры против русов, битва за гиперборию. Там были просто русы против ящеров, а здесь древние ящеры против русов, то есть, вы не дали, да, приоритетик-то поменялся. Вот, это динамичный рогалик с отличным геймплеем, в которого вас ждут эпичные сражения между древними ящерами и русами. Ох, игра поражает свои, конечно же, атмосферы, если по картинкам верить, да, мир гиперборея, или гиперборея, как это правильно читается, простите, пожалуйста, выглядит потрясающе. Пять разных локаций, красивейшие пейзажи, музыкальное сопровождение 48 треков, создаст вам, наверное, настоящее эпическое настроение. Но главное в игре, это, конечно же, сражение, куда же без этого, бойня между ящерами и русами выглядит очень зрелищно и динамично, но, опять же, верит рейлеру. Особенно мне нравятся системы использования разных артефактов. Можно кидать во врагов разрывные замыкания кса, сожжечь их огнем или разжижать славянским подиком, это, короче, все очень весело. Также в игре есть интересные персонажи, такие как Глевохвост Зеленый, Геннадий Кислотый и Дрочущий Сын Дрочащий Сын Змей. И я худею. И их истории придают, конечно же, сюжету глубину, куда же без этого. Кроме захватывающих сражений в игре есть и другие интересные элементы, например, уникальные дебаты между русами и ящерами прямо во время битв. Это очень забавно и необычно. Также разработчики воссоздали древнейшие сражения между этими расами, по заметкам профессора Багирова, простите, пожалуйста. Благодаря этому мы можем погрузиться в атмосферу тех времен и поучаствовать в легендарных битвах. Кстати, о разработчиках видно, конечно же, что они вложили душу в эту игру. Множество уникальных деталей, интересные персонажи, проработанный мир. Я думаю, это настоящий инди-шедевр. Одной из ключевых особенностей древних ящеров является процедурная генерация уровней. Каждый раз, начиная новую игру, вы попадаете в уникальный мир с неповторимым ландшафтом. Это придает огромную ринграбельность. Вы можете проходить игру снова и снова. И каждый раз вас будет ждать новое. Кстати, о приключениях в игре вас ждет множество квестов, секретных локаций и сюжетных поворотов. Исследуйте древние руины, помогайте местным жителям, сражайтесь с уникальными боссами. Кучать точно не придется. А развитая система навыка позволяет вам создавать ящеров с разными способностями и стилем боя. Что еще? Ах да, обязательно отмечу прекрасный юмор этой игры. Иногда во время кровопролитных сражений так и хочется рассмеяться от остроумных реплик ящеров и абсурдных ситуаций. Юмор это большой плюс. Все мы любим похохать, хахахать и похихикать. Ну и в целом все, что я смог узнать о данной игре, у меня, наверное, пожалуй, я закончу. Больше нечего даже сказать, да? Закончу свой воодушевленный обзор. Спасибо, что выслушали. Жду не дождусь, когда сам опробую этот шедевр. И запишу, конечно же, полноценный, шикарнейший, прекраснейший обзор Сияруси. Вот так вот, как я закончил. Не забывайте ставить лайк и подписываться. Всем спасибо, всем пока.